Век этих окон был долг. 35 лет верой и правдой служили жильцам шестого дома на Котовского. Сейчас им пора в утиль. На их месте появятся современные двухкамерные стеклопакеты, новые подоконники, откосы и отливы. Эти окна намного лучше, чем старые окна деревянные. Они сберегают тепло. Это, во-первых, зимой будет в подъезде тепло, не разморозят батареи, плюс подавление шума с улицы. То есть в подъезде уже ничего не слышно. Ну и потому что 21 век, все должны шагать много со временем. В трех подъездах новые окна уже установили. Остальные, в своей очереди, дождутся в течение нескольких дней. А это уже укладка плитки. Ее тоже заменят во всех подъездах. Уютно и красиво. Будет и благодаря новым дверям. Их, к слову, сделают на заказ. Размер полотна – полтора метра. Сейчас тут подготовительные работы. Плотники демонтируют коробки. Замена самая сложная. Остального нет. Установка не очень сложная. Здесь другой стандартный проем, поэтому устанавливать сложно. Двери, окна и плитка – не весь перечень работ. Преобразятся здесь и стены. Цветовую гамму согласовали с жителями. Оттенки приглушенные, но трендовые. В нашей управляющей компании как-то все больше склоняются к теплым тонам. Это либо бежевый, либо персиковый. Ну, где-то с оттенками, может быть, чуть тоже стали фиолетового. Но вот теплые тона. Светлые, теплые тона. Между тем, предположения о том, как изменятся места общего пользования в каждом подъезде делают жители. Я надеюсь, что стены будут голубые, а пол какой-нибудь из плитки, например, мраморный. Почти 600 тысяч рублей потратят на каждый подъезд. Сумму планируют поделить между собственниками и бюджетом области. Мы этот текущий ремонт проводим и в рамках областной программы. Поэтому очень надеемся, что будет финансовая поддержка Московской области. С одной стороны, очень большие деньги. С другой стороны, это и немного. Все работы дорогостоящие. Начинают с замены пластиковых окон и краски. Все работы обещают закончить до конца июня. Жители дома уже с нетерпением ждут возможности увидеть преображение. Ксения Казакова, Сергей Сомов, Телеканал Риотов.